Предлагаю продолжить беседу о дистанционном обучении. С коллегами, с коллегами. Да, конечно. Крымские школьники уже неделю зубрят гранит науки и не выходят из дома, а мы тут. Об этом поговорим с Дарьей Зиминой, она на прямой связи со студией. Даша, доброе утро! Повлияет ли сложившаяся ситуация на успеваемость детей и подростков? Ждем от тебя ответа. Коллеги, доброе утро. Да, керченские школьники тоже осваивают образовательную программу в режиме онлайн. Как педагоги и ученики города-героя перешли на дистанционное обучение и с какими трудностями столкнулись в процессе, нам сегодня расскажет Елена Школьная, заместитель директора Керченской школы-гимназии номер один. Елена Николаевна, доброе утро! Доброе утро! Расскажите, когда ваше образовательное учреждение перешло на дистанционное обучение и как это все происходит? Наше образовательное учреждение перешло на дистанционную форму обучения со вчерашнего дня. Завершились каникулы и вчера у нас прошел первый день в этом режиме. Сегодня второй. Ну что хочу сказать. У нас был запас времени, это каникулярное время, когда педагоги получили все необходимые инструкции, прошли обучение, как это все будет работать. Как же это все работает? Вот нам очень интересно, кстати, да. Ну, дистанционное обучение, электронное обучение. В принципе, его главной особенностью является взаимодействие с учеником на расстоянии. И это можно осуществить посредством различных информационных образовательных систем. В нашей образовательной организации существует Эльжур. Это электронный журнал, который позволяет нам сообщать информацию детям, необходимую по домашним заданиям, по их результативности. Кроме того, у нас подключена система Я-класс, которая позволяет контролировать. И работает все очень просто. Ребенок получает рабочий лист дистанционного обучения накануне, который прикреплен в электронном журнале. На следующий день он выходит, может выйти на консультацию онлайн и задать вопросы, если ему что-то непонятно, как работать с этим листом. Что из себя представляет этот лист? Это как путеводительный лист, который позволяет осваивать материал, читать указанные страницы учебника, на какие выйти порталы, какие пройти тесты. То есть это контролируемый процесс, что ребенок не ищет какие-то уроки в интернете или не ищет какие-то дополнительные источники. Все необходимые источники предоставляет учитель в этом рабочем дистанционном листе. Ребенку только остается задать вопросы в онлайн-режиме учителю, уточнить какую-то информацию. Если возникают технические вопросы, то учителя также выполняют и роль технических помощников. Если не работает звук, посмотри вот так. То есть вот в этом отношении учителей, хочу сказать, в отличие от обычной очной системы, смещаются акценты. Если раньше это выдача информации, контроль знаний, то сейчас это координация работы ученика, это контроль знаний, когда ребенок находится на удалении непосредственно от учителя. А с какими трудностями приходится сталкиваться ученикам и педагогам? В том числе есть что-то сложное? Безусловно. Вот вчера мы тестировали первый день, и у нас возникли ряд вопросов. Во-первых, ученики немножечко дезориентированы, как пользоваться прямыми ссылками, или у них могла не работать какая-то техническая часть в их компьютере. И вот почему у меня нет звука, или почему я не вижу изображения. Вот эти все моменты мы вчера отрисали, давали какие-то комментарии, давали консультации. И у нас возникла мысль, что мы сделаем сейчас еще памятку для родителей, которые помогут им помочь детям технически. Возможно, дети сами решат, если это 5, 6, 7 класс. Если это начальная школа, то помощь родителей в настройке технических средств, безусловно, возможно, нужна. Скажите, а могут ученики прогулять урок? Ну вот по поводу прогулять здесь немножко другая суть сама. То есть не появиться в чате? Да, безусловно. Мы говорим, что онлайн-консультации доступны детям для того, чтобы получить дополнительную информацию, как этим всем работать. Но когда мы отсылаем задания, наша информационная система позволяет видеть, кто открыл, кто не открыл. На момент, когда дети выходят на онлайн-консультации, они пишут, я здесь, в чате дополнительно сообщают, что он есть в наличии. И таким образом мы видим, кто вышел, кто не вышел. Помимо этого, Я-класс позволяет нам, проводя тесты, видеть, кто прошел это тестирование, а кто нет. Вчера мы проводили уже первые проверочные работы по истории, по технологии. Кроме того, у нас было по математике. И мы увидели, что практически 80%, получив информацию о том, что будет проводиться тестирование, вышли на связь. Да, у некоторых были проблемы с отсутствием интернета, но для этих детей в дополнительные сроки будут эти же тесты организованы. Главное, не бояться и не паниковать. Все будет замечательно. Скажите, а как удаленка повлияет на успеваемость детей? Вот она снизится или повысится, наоборот, из-за такого формата обучения? Ну, я хочу сказать, что техногенная среда и вот эти все прогрессивные технологии – это среда наших детей. Они уже работают большое время с гаджетами, легко в этом ориентируются. И поэтому, когда появляются дополнительные возможности им работать с компьютером или выходить непосредственно в интернет, у них появляется какой-то азартный интерес. Особенно, если система рассчитана так, что они видят свой рейтинг, как они решают задания. Например, в Я-классе, чем больше ты прорешал, тем выше у тебя рейтинг. И у них начинается соревновательный дух. Они начинают конкурировать друг с другом. И у нас учебное заведение, буквально за вчерашний день, мы повысили свой рейтинг среди учебных заведений Крыма и России за счет активности наших детей. Это очень здорово. Елена Николаевна, спасибо вам. Мы очень были рады видеть вас сегодня в студии. Удачи вам в вашей работе. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была Елена Школьная, заместитель директора Керченской школы-гимназии номер один. Коллеги, на этом я заканчиваю и желаю вам хорошего дня. Спасибо большое, Даша. Дарья, да, спасибо вам большое. Да, и у Елены Школьной, спасибо. Прикольная у нее фамилия. Тебе нравится, да? Ну, как раз в тему. В общем, желаем вам отличного настроения, да и не только добрых новостей. И напоминаем, на связи была Керча и корреспондент телерадиокомпании «Крым» Дарья Зимина.